И снова здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Олег Аллафгудмин и мы проводим тренинг по манальной терапии. Сейчас рассмотрим такие ситуации, когда у нас есть искажение в позвоночнике, искривление, смещение позвонков, ротация в сторону. Позвонки должны быть на одной линии. Я изобразил, что вот этот позвонок ушел влево, вот этот ушел вправо. Значит, что нам нужно сделать? Наши методы воздействия. Ну, все приемы мы будем отрабатывать на натуре, а смысл этих приемов в том, что будем давить вот на этот позвонок снизу и вверх, обязательно вот от этой точки, все, что выше находится, мы тащим вверх, все, что ниже, оттягиваем вниз. Все там вытяжения, удары, трасты, все, все делаем здесь вниз, там вверх. Но чтобы нам сюда надавить, нам нужно подготовить с обратной стороны позвоночник. Для этого мы желательно его раскрываем с той стороны, мы должны его разогнать вот так, соответственно, да, растянуть в противоположную сторону. И будем давить в эту сторону примерно, ну, как минимум, там, два-три позвонка выше. Делаем это одновременно, то есть растянули, раскачали, то есть вот сначала траться, да, потом всякие расшатываемые потряхивания, растянули, раскачали. И одновременно с давлением на конкретно позвонок мы его туда, да, вставляем, вправляем. То есть все наши техники основаны на том, что вот есть подавленный столб, да, искажение пошло, например, влево, да, значит, справа мы растягиваем, а тут давим снизу вверх. Это как касается одного позвонка, так и всего позвоночного отдела и его сегментов. Ну, если у человека сколиоз, да, вот я нарисовал какую-то стадию, там, вторая примерно. Сейчас по стадии не будем разбирать. Соответственно, при сколиозе, как правило, он начинается с, опять, вот этого камня преткновения. Если пошло искажение снизу в одну сторону, влево, например, да, то по-любому справа будет искажение, ой, вверху будет искажение в другую сторону. Это касается как одного-двух позвонков, так и целого отдела. Повесничный отдел играет против грудного отдела. Они, наш организм не дурак, если где-то пошло что-то не так, да, он начинает компенсационно себя выравнивать. И получается, позвоночек идет вот такой дугой. Ну, сколиоз бывает, как бы, в редких случаях он бывает только в грудной, да, обязательно у него есть какое-то отражение и внизу, и вверху. И то же самое с шеей. Если тут пошло искажение в, ну, получается, тазовые кости, играют против плечевого пояса, наклоны в разные стороны. То есть, если здесь она вниз наклонена, то обязательно это плечо будет идти вверх в итоге. Изменяя при этом шейный позвонок. Тут если шейный позвонок ушел влево, нижний, например, там, шестое, седьмое, да, то обязательно второй, примерно третий позвонок уйдут вправо. Какими методами мы работаем? Здесь у нас, получается, мышцы сокращены. С этой стороны, да? Мы их должны расслабить. Ой, наоборот. С этой стороны они сокращены, укорочены, да? Мы их должны расслабить. Как правило, они укорочены еще вот здесь, крестово, в подвздошно-крестовом сочленении. Таким образом у нас поднимается нога. То есть, если вот, представьте, что вот этот таз, здесь у меня, где большие пальцы, крестец, да? А это вот пошли ноги наши. Если таз сместился, то нога поднимается вместе с тазом. Получается, вот эта нога будет короче, а эта длиннее. За счет того, что она длиннее, у нее вот эта косточка ниже, получается, чуть-чуть ниже, да? Упирается в поверхность, да? В пол, там, в землю. И она начинает подворачиваться. Подворачиваться, соответственно, либо в колени, чтобы вырвать себя относительно противоположной ноги, да? И пятка, как правило, подворачивается. Соответственно, нам надо будет вот эти мышцы разгрузить, вот эти мышцы разгрузить. А с этой стороны, наоборот, их напрячь. И то же самое касается и грудного отдела. Ну, не буду рисовать, чтобы не повезти рисунок. Движение наше, соответственно, со всеми вот этими манипуляциями, страстными, будут основаны на том, что здесь мы будем давить. Да, ему вот такую строчку рисую. Пускую. А с этой стороны будем растягивать. То есть, плечом пояснице надо будет развернуть в противоположную сторону. То есть, мы должны его целиком, вот туда вот, развернуть. И, соответственно, для грудного отдела, для поясничного отдела, все наоборот. Давить будем вот сюда. Вот в тазовой кости, вот сюда. А с этой стороны будем растягивать. Вот основной принцип, то, что мы должны представить. А сейчас, в частном случае, мы отработаем на практике. Мы сейчас к этому приступим. А если вы настолько смотрите по видео, то зря вы это делаете. Отключайтесь, не смотрите нас. Ну, и сходите, конечно, поставьте лайки. Но еще будет гораздо лучше и по лестнице. Вы придете на тренинг и все отработаете с нами на живой натуре. Мы дадим вам навыки в ваши руки.